Миграционная ситуация на территории Российской Федерации претерпела качественные изменения. С марта месяца, с учетом закрытия границ, на территорию России не въезжает большое количество иностранных граждан, и мы работаем с теми гражданами, которые находятся в России. С учетом указов президента, которые определили особый порядок определения правового статуса на территории Российской Федерации иностранных граждан, все миграционные подразделения принимают иностранных граждан, и с марта месяца к нам обратилось более полутора миллионов иностранных граждан, которые хотели урегулировать свой правовой статус, то есть получить разрешительные документы, соответственно, продлить визы. Но если мы наблюдаем спад в обращении за оказанием государственных услуг по различным категориям, где-то приблизительно на 30%, то по вопросам гражданства как раз мы видим увеличение количества соискателей российского гражданства приблизительно в два с лишним раза по сравнению с прошлым годом. И если говорить в абсолютных цифрах, то это порядка более 300 тысяч человек за первые полугодия приобрели гражданство Российской Федерации. И, конечно, этому способствуют те изменения в законодательстве, которые произошли в текущем году. В июне месяце вступили в силу такие изменения, которые сократили срок рассмотрения заявления о приобретении гражданства с 6 до 3 месяцев. Кроме того, граждане Белоруссии и Украины освобождены от процедуры прохождения собеседования, если они подпадают под условия носителей русского языка. Это означает то, что на сегодняшний день, если гражданин Украины или Белоруссии свободно владеет русским языком, то проходить собеседование в специально образованной комиссии Министерства внутренних дел не нужно. Для этих категорий изменяется процедура, для остальных она остается прежним. Кроме того, Министерство внутренних дел наделено полномочиями разрабатывать контрольно-измерительные материалы. Мы их разработали, с ними можно будет ознакомиться на сайте. Как будет проходить собеседование для всех остальных граждан иностранных государств, которые подпадают под условия нормы носителей русского языка. Очень было много нареканий о том, что в одном субъекте спрашивают правила русского языка, а в другом заставляют писать диктанты. Для того, чтобы унифицировать эти процедуры, Министерство внутренних дел разработало контрольно-измерительные материалы. Но, безусловно, все ждут 24 июля, когда вступят в силу закон, который отменил условия предоставления документов о желании выйти из имеющегося гражданства у иностранного гражданина. Этот закон обсуждали много в СМИ. И, в принципе, действительно, у многих причиной, может быть, необращения с заявлением о приобретении гражданства служил тот факт, что либо нужно было выйти из имеющегося гражданства, либо предъявить этот документ, который направлялся в полномочные органы государства гражданской принадлежности. Вот с 24 июля этот документ никому предоставлять не нужно, независимо от гражданской принадлежности. Кроме того, понимая, что большое количество документов иностранный гражданин собирает для получения того или иного статуса, вместе с заявлением о приобретении гражданства не нужно будет предоставлять документы, подтверждающие источник средств существования. Так как это происходит при подаче документов на вид на жительство, кроме того, иностранный гражданин подтверждает законный источник средств существования при проживании на вид на жительство. И вот упрощая эти процедуры, мы, соответственно, вот этот документ исключили из перечни документов, которые необходимо предоставлять. Произошли следующие изменения в законе. Граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана при получении вида на жительство сразу, без срока проживания, смогут подавать документы на приобретение гражданства. Это порядка более 240 тысяч человек на сегодняшний день проживают в России с видом на жительство. И как раз для них это упрощение процедуры приобретения гражданства. То есть по общему порядку необходимо было проживать не менее 5 лет, если лица не имели родственников, если не подпадали под иные условия упрощенного порядка. Вводится новая норма только для этих иностранных граждан, которые имеют гражданство Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдовы. И, соответственно, мы ожидаем, что, конечно, будет увеличение количества обращений данных иностранных граждан. В ранее действующем законодательстве необходимо после окончания вуза было проработать 3 года и, соответственно, представить документы о том, что человек отработал, причем это должна была быть официальная работа, с отчислением в различные фонды социального страхования, работодателем определенных денежных средств. Но, понимая, что в сегодняшних реалиях сложности и с работой, и действительно выпускники вузов – это та категория иностранных граждан, которая востребована на рынке труда, и люди уже адаптировались, интегрировались в российское общество. Этот срок был снижен с трех лет до года. И я надеюсь, что данной нормой смогут воспользоваться большое количество иностранных граждан. Но, во-первых, желание приобрести гражданство Российской Федерации у иностранных граждан из года в год растет. Если в прошлом году эти цифры были за весь год порядка 500 тысяч человек, то только за первые полугодия это уже более 300 тысяч человек заявили желание и были приняты в гражданство Российской Федерации. С учетом тех условий, которые изменяются для граждан Казахстана, Молдовы, Белоруссии и Украины, то есть лица, которые получили вид на жительство для проживания на территории Российской Федерации, они теперь могут без срока проживания по этому виду на жительство подавать документы на гражданство, совокупное количество этих граждан, проживающих в России, составляет более 240 тысяч человек. Соответственно, если будет желание у данных иностранных граждан приобрести гражданство, то они смогут это сделать. А в совокупности с условием отмены предоставления заявления о выходе из имеющегося гражданства, конечно, эти цифры будут расти. Кроме того, мы предполагаем, что значительное количество лиц дальнего зарубежья, которые имеют также виды на жительство для проживания в Российской Федерации, с учетом изменившихся условий об отказе от имеющегося гражданства, будут также обращаться с заявлением о приобретении гражданства. Поэтому, конечно, количество желающих будет расти. 12 октября текущего года вступят в силу изменения закона о гражданстве, которые позволят работоспособным гражданам, которые имеют совершеннолетних детей, граждан РФ, проживающих на территории РФ, приобрести гражданство России. Что это означает? На сегодняшний день действует норма, когда нетрудоспособные родители, которым исполнилось женщинам 60, а мужчинам 65 лет, и которые имеют граждан России детей, совершеннолетних, только эта категория сегодня может приобретать гражданство. С 12 октября уже трудоспособные, то есть не достигшие вот этого пенсионного возраста, люди смогут приобрести гражданство по детям, которые проживают на территории России. Я думаю, что мы также получим увеличение количества обращающихся, и Российская Федерация сможет привлечь на территорию России трудоспособных граждан, которые, что называется, в расцвете сил, то есть это в возрасте от 40 до 60 лет.